Здравствуйте! Гражданин обманщик Это опять мы, да Вы меня обманулись, там никто не связался Напишал я заявление Вот так Как связались, только нет Я уже не могу, тут какие-то пыточные условия Кислороду нет Духотища невыносимая Это как скот к людям относится Да, тут, кстати, очень сонно Все сонно становишься Понятно Да, специально, чтобы такие показания правильные Да, 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 чтобы пыточь, пыточь Вот я поэтому искал, потому что меня пытали Дело в том, что они не считают за людей Всех, кто находится в помещении Вот в чем дело Но ведь бы они и не пытали Людьми себя считали Вы указали там с вашим участием? Нет Ну тогда будет рассмотрим, где ваше участие Отлично! Спасибо! Еще пришли в МАДИ Рядом были ребят Написать жалобу на постановление По делу мусоративного правонарушения Когда у меня машинку дернули Эвакуировали, да? Ну сейчас кратенькую жалобу напишем, а там уже по доводам Поясним на рассмотрении, да? Сейчас просто были в суде Мещанском Я был защитником В отношении трех граждан Составили три протокола по ст. 17.3 Часть вторая Вот поэтому мы тут и решили заодно Жалобу написать сегодня предпоследний день Пойдем То, что нужно То, что нужно И пошла работа Здравствуйте Гражданин обманщик Опять мы Вы меня обманули Со мной никто не связался Пришало я заявление Ну так Как связались, только нет Вот вам жалоба Вот вам жалоба на постановление Примите, снимите копию Спереди Пойдем Есть? Нет? Дурацидов А что ответ за вас? Когда тайство не получили? Посетитель 147 Подойдите Как вы номер два К сожалению, в нарушении ст. 24.4 Когда тайство не было рассмотрено немедленно Поэтому не получил Не получил даже позднее Более того, я не получил даже копию постановления попозже Типа охранник назвал на степу Что было? Да Есть ответ там, нет? Есть ответ? Да Если вы мне его распечатать Было бы не плохо А в какого числа ответ? Это Нашел задумок Что? 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 Что-то нашему сотруднику, который что-то Прокомментируйте Как вы? Что-то пробубнил, короче, ушел Я не понял, что он сказал вообще Кому он это сказал? Он пока что не зарегистрировал мою жалобу на постановление по делу Мне не понятно В предыдущий раз мы приходили и подали ходатайство телезаявлений О том, что нам хотя бы сказали в производстве кого находится дело на данный момент Сейчас это известно? Нет До сих пор До сих пор У меня не было ответа на это ходатайство изъявление Потому что По Статье 24.4 Куапа Ходатайство Разрешается Немедленно Незамедлительно Потому что они просто удовлетворили его 6-го числа 5-го Прошло уже сколько получается? 9 дней Нет А какая разница Они должны выяснить Мотивированные определения Удовлетворили Не удовлетворили Ну я уже не могу Какие-то пыточные условия Кислороду нет Духотища невыносимая Это как скот Людям относится Да Тут, кстати, очень сонно Все сонно становишься буквально Это даже специально Чтобы такие показания правильные Да Чтобы пыточь Вот я поэтому искал Потому что меня пытали Пытали Чтобы выебить Ну как-то не то, что выебить Да Чтобы Подвиг меня К даче нужных Объяснений Сейчас он вызовет Походу какое-то должностное лицо Которое ответ тебе дал Что-то мне кажется Дело в том, что они Не считают За людей Всех, кто находится В помещении В общем, дело Так что Ну, по-моему, они и не пытали Людьми всех считали Куда Тебе На хрена Я ему сейчас отдам У меня есть целый Мальчик Подведен дальше У меня есть целый мальчик У тебя нет его Есть, сейчас он придет Нет Не он Не он Ну, уже вынесено решение Сейчас вам вынесу Решение Сейчас вам вынесу Пришел человек На рассмотрение дела Уже вынесено решение Сейчас вам вынесено Нормально А не то же, да Мне тоже тут раз Ну да Охранник Просто распишешь и все Ну правда, меня это решение Устроило Коррупционера поймаем А он как сейчас Я руку Представляешь? У него уже клюнул Один Смотри Видишь Вот положил Сити руку Сразу прибежал О, и наш прибежал Сейчас к вам выйдут Сейчас к вам выйдут Сейчас к вам выйдут Представители управления Которые готовили Вам информацию Которые должны были подготовить Вам ответ Вот И ознакомят И ознакомят вас С материалами Где вам? Сейчас прямо ознакомят Да? Ну, минута две-три Подождите, пожалуйста Хорошо, у меня к вам еще одно заявление Да У него есть Сразу все прибежали Залобу примите сейчас Да Сейчас придет Приманиваем Приманиваем Сейчас должен прийти Вернуться Он говорит, сейчас это выйдет Ответственный руководство Сейчас пойдем знакомиться с делом Сейчас пойдем знакомиться Пожалуйста. Нам подождать? Да, подождите. Нам тут ждать? Ну вот сюда. Или там? Сколько ждать? Сколько ждать? Не более 5 минут. Не более 5 минут. Третье начальство пришло. Третье начальство пришло. Звонили номер 6. Восьмое. У нас второе? Это свежая. Ка 0,4. Ка 0,4. Ка 0,4. Ка 0,4. А сейчас дело ваше найду, по-моему. А это что за марта? А это фамилия. Сейчас ваше дело найду. Почему ваше дело до сих пор? Не на первой полке? На самом VIP клиентов? Непонятно. Ваше дело. Ваше дело. Ваше дело. Специалисты в консилетии, чтобы созвонились. За это совет поговорить. А почему-то не понимаешь? Ну, мы сейчас заглянемся и тебя встали? Да. Я вам сейчас все расскажу. Обманули, я бы сказал. Ну, он нервничает человек уже. Его подставил кто-то, кому он якобы сказал, что и должны были сделать, ответить, позвонить. Какие-то подставы. Подставили кого? Раз у нас дождали. Мы тут! Что? Сейчас у нас еще и забавится. Понятно? Меня не забудьте. А то да, а что спокойно разговорим? Да. Кто Сафронов? Мы. Я и это мой личный. Документы можно ваши? Стучи берите, ставите. Давайте возьмем. Надолго? Сейчас ознакомиться с ответом, я так понял. Нет? Вы бы, для начала, спросили бы разрешение для съемки? А мы спрашивали в прошлый раз. У кого? У всех, кроме вас. Все не против. А что, Робина, да? Ну, вроде одни тут. Вы смысла не понимаете, да? Нет. Если у вас есть права, но у вас нет права злоупотреблять. Согласны? А нет такого злоупотреблять правом. Что? Что такое? Что-то незаконно? Да нет. Просто с этической стороны выше. А что? При чем тут? Какой-то половой акт происходит или что? Или дети тут уходят? Чужие? Ну, в отдельном кабинете. Никому не мешаем. Ничьи персональные данные не разглашаем. Знакомимся со своими документами. Чтобы потом не было вопросов. В том числе и у вас. Как сводить по месту? Можно видеть этот знак? Это я видел, да. Это то, что вы получали на протокол сдержание. Да. А самое протокол сдержанием соотначально. А, вот это вот маленькое мое? Да. Потому что ее физического возможности нет. Вручить сразу. Он находится на маршруте у инспектора. Ой, понял. Вот это вот. Ну, он соответствует с вами демокописи. Который проставал. Это я буду находиться из этого заявления. Это ответ. Который вы получили, который вы пришли. Правильно или нет? Угу. У меня пока ничего не пришло. А, не пришло еще? Да. И даже не демокописи. Нет, а почему вы должны выйти? А? Держите. А он управляется по чему. А, ну в хобби тут, да? Да хобби, да? Где я? Так, ну что вы видите там? Угу. Это ваша? Угу. Эта ваша? Потому что мне принесли в это. А, ну видимо моя. Потому что у меня ее ничуть. Угу. А вы где ее взяли, если вы ее не получали? А? Где вы ее взяли, если вы ее не получали? Мне ее отпечатал человек, и от нем специалисты дали, чтобы фамилию не было. А он написал дело, видимо. Я так понимаю. Да. Там было два вопроса. У кого в производстве находится дело. И... У меня можно запретить сроки. Там написали? Да. У кого в производстве находится дело? В производстве уже было закрыто, говорящей подачей. Почему вы личные постановления? Вы привлечены? Ну, оно вступило в силу. В десятидневный срок. Ну, не вступило. После получения либо вручения. У кого оно находилось до вынесения решения? Что именно? Конкретно даже с на лицом, за которым это было дело. До вынесения решения Сорокин и после вынесения. После вынесения, я так полагаю, Сорокин, правильно? Потому что оно ему, по собственному осмотрению, он уже смотрел. Что вы имеете в виду под производством дела? Мне на имя кого писать фототест? Фототест вы пишете на начальника инспекции. Потому что постановление вынесено на замначальника. Ну, то есть в производстве у него находится дело, правильно? Ну, принимает решение он, да, конечно. Ну, просто там на лицом производстве... Находилось. Оно и сейчас находится. Оно не находится, оно уже закрыто. Постановление. Не может быть оно закрыто. Оно даже, если оно вступит в силу, оно не будет закрыто. У вас по делу, по-вашему, вынесено постановление. Да. Вы можете его обжаловать? Могу, я уже его обжаловал. Просто мне хотелось бы понять, просто ваши специалисты не отвечают, не ответят мне на имя кого я хотел заявить фототест, и что у числа... На имя начальника? Да. Инспекция? Да. Мне чего-то не ответили на этот вопрос, у кого в производстве находилось дело. Как вы можете заявить фототест, и дело рассматриваю? Объясните мне. Соответственно, статью 24.4 Кодекса Анательского права нарушения. Постановление вынесено, вы можете его обжаловать. Какое ходатайство вы еще можете дать? Я не понимаю, о чем он тут разговаривает. Ну ладно, в принципе, все, что нужно, мы получили. Спасибо вам, пожалуйста. А в какой срок, например, рассматривается руководитель? Я так понимаю... Если вы подадите... Если за... Жалобу... Если вы подаете жалобу, то 10-дневный срок с момента регистрации. Да, каким образом я убедусь? А, рассмотри. Вы поставили что по заявлению? С вашим участием галочку или без вашего участия? Не было галочки. А что вы писали за мной? Я просто написал заявление. Я это жалоб. Ну, априори, мы должны быть с вашим участием рассматривали. Если человек указывает, у нас есть определенный бланк. Там специально для людей... Ну, ваш бланк меня не особо интересует. Я написал на нашей странице. Вы указали там с вашим участием? Нет. Ну, тогда будет рассмотрен для вашего участия. Отлично. Спасибо. Ну, ладно. Пойдем, у нас дело. Не будем вас отвлекать, действительно. Осторожней, Павлик. Наконец-то. О, на воздух. Все, до свидания. О, и народу нет? Или все закрыто просто уже? Так, что, оценил? Оценит. А можно я тоже оценю? Мне очень плохо. Мне вот реально очень плохо. Все, хватит одного раза. О, еще не все. О, еще не все. На эту, на эту травмашку? Ну, здесь. Да, понятно. Да, понятно. А ты, если ты ждал, сейчас на меня поедешь? Ну, там не видно. Нет, это ты его. Нет, это до водителя. А девчонки в газировании будут. Какой честный мальчик. А мог бы взять и уйти? Да. Да. Ну вот, ребятушки. Писали мы в прошлый раз ходатайство-заявление. Вернее, заявление-заявление-ходатайство. На имя начальника Московской административно-дорожной инспекции. И сегодня мы не получили, а нам выдали ответ. То есть ответ мне попозже так и не пришел. Но у меня получили вот такую бумагочку. Напомню, в заявлении я ставил два вопроса. Именно на имя кого писать ходатайство, то есть у кого в предусстве находится дело. До сих пор мне никто на него не ответил, если честно. Но ознакомиться с материалами можно по этому адресу. Дело в том, что те материалы, которые распечатывают специалисты, они не полные. Не соответствуют действительности по факту, что это полные материалы. Вот. А полный материал находится хрен знает где. И искали сейчас полчаса при нас. На вопрос у кого же производство на данном месте находится дело. Он говорит, все по постановлению вынесено. То есть как вы можете заявить ходатайство, когда постановление уже вынесено. Е-мое. А как тогда я заявил, получается, вот это заявление ходатайства? Как я его заявил об ознакомлении с материалами дела? Его рассмотрели? Производство по делу идет, оно не прекращается никогда. Производство по делу прекращается только вступившим в силу актом, там, о прекращении производства, например, да, и то его все равно можно обжаловать там в высчитающей инстанции, наступившей в законную силу постановления, например, да, оно не прекращается в принципе, вот. То есть даже там через 10 лет, увыразно, по некоторым основаниям можно отменять постановлениями с родимым правонарушением, да, если оно вынесено, вот. Ну, по мне, так это полное невладение правом, и это все приходит от чего? От того, что все это на потоке, на конвейере, да, вот здесь было сейчас, да, там человек в 50, там, при нас проход, да, и все большинство соглашалось, тот не соглашался, но так как никто особо у нас, ну, народ малограмотен, да, они не знают, как с этим бороться, что делать, на кого вообще заявляют хататайство, не знают, что такое хататайство вообще, то есть это дичь, ребят, вот. Сотрудники этим пользуются, поэтому они и сами не знают, там, что и как, вот. И они этим пользуются, соответственно, зачем им знать право, когда там приходит один, там, извините, там, из двух тысяч, там, трех тысяч человек, которые хоть что-то узнают, что такое хататайство, да, и как ведется вообще производство по делам административных правонарушений. Ну, все, будем, что, посмотрим, что будет на обжаловании, да. А один вопросик по поводу злоупотребления своими правами, еще вот. Да, злоупотребление правом, это вообще, ну, то есть, что он там нес, ну, так, немного, на самом деле, это нес. Но озвучил. Вставил, вставил свое, конечно, да, спросили, не спросили. Живут на наши налоги, извините, там духота непомерная вообще никакая, то есть, там народ подыхает с духоты, это, видимо, пытка, я так подозреваю, что это пытка, вот, такая у мальничников, да, чтобы выстрелили, платили штрафы, подписали, ушли, да, все верно, вот. И когда его просят включить кондиционер хотя бы, то, говорит, сотрудник, говорит, у нас дует, ему в спину холодно, да. То есть, вентиляцию надо сделать в помещении, чтобы люди дышать могли, а то вот мне тоже чуть плохо не стало, володеньке вот чуть плохо не стало, вот. Ну, в общем-то, будем дальше бороться с этим, бороться с этим будем. Ну, а вы подпишитесь на канал, поставьте там видео лайк, нажмите на колокольчик, подписывайтесь на наш телеграм, инстаграм и группу вконтакте. Все ссылки будут в описании. Всем удачи, всем пока, брейте за свои права и... Там плохо. Нормально. Че? Ну, все, давайте, короче, всем пока.